Домик в деревне как угробить материнский капитал Общество Экономический кризис 25 ноября 14.37 Домик в деревне как угробить материнский капитал Правительство создало для молодых семей такие условия, что они будут рады и сараю у черта на куличках Александр Ситников Комментарии в просмотров 1896 Фото Кирилл Кухмарь, ТАСС На прошлой неделе кабинет Медведева вышел с новой оригинальной инициативой, Которая, по мнению чиновников, решит жилищную проблему тех бедных пап и мам, которым городская квартира не карману В этой связи, как пишет пресс-служба Минтруда, чиновники одобрили законопроект о внесении изменений в статью 10 Федерального закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей Норму подготовили в ведомстве Максима Тепелина Законопроектом расширяется список видов земельных участков, на которых возможно строительство или реконструкция жилого дома с использованием средств материнского капитала Добавляется садовый земельный участок, рассказал Максим Анатольевич после заседания правительства России При этом министр особо подчеркнул, что изменения направлены на то, чтобы молодые семьи наконец-то получили крышу над головой Можно было бы только поприветствовать шаги властей, если бы не ряд критических замечаний Как известно, в 2019 году размер материнского капитала составляет 453 вопросительный знак 026 рублей И если их использовать в качестве первоначального взноса ипотеки 20%, то молодая семья с двумя детьми сможет рассчитывать на однокомнатную квартиру стоимостью в пределах 2 миллионов рублей Даже при льготной ставке 6% и при сроке кредита 15 лет, ежемесячный платеж составит больше 13 тысяч рублей Читайте также Вместо Ермака биться с украинским Русланом будет русский слон Наш новый тяжелый транспортник может повторить судьбу Сакхой Суперджет Сто Средняя стоимость квадрата в стране отличается в разы от 247 тысяч в Москве до 30 тысяч в городе Каменск-Уральске Свердловской области Понятно, что чем выше доходы населения, тем дороже жилье И, наоборот Если учесть крохотные модальные, наиболее часто встречаемых, зарплаты в 22 тысячи и перекредитованность населения Даже такой вроде небольшой платеж является неподъемным для молодых семей с двумя детьми Как правило, с неработающей мамой, живущих от зарплаты до зарплаты Это грустный факт признал Дмитрий Медведев, премьер-министр Точка Мы ввели льготную ипотеку Где-то эта опция оказалась очень популярна Это, причем, не только Москва, Московская область и Санкт-Петербург, но и целый ряд других Заявил глава правительства в ходе недавнего заседания Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам Но где-то это вообще не работает никак Сейчас общее кассовое исполнение по проекту совсем небольшое, около 8% Нужно разобраться и принять определенные решения на будущее Показатель 8% свидетельствует, что более чем 90% молодых семей с двумя детьми даже не рассматривают новостройки в качестве приемлемого для себя варианта Возможно, у кого-то уже есть свои квадраты, но большинство вынуждено жить на очень дешевом съеме некомфортного жилья или со своими родителями С другой стороны, решение власти использовать материнский капитал для строительства жилых домов на дачных участках станет настоящей ловушкой для очень многих семей с двумя детьми Возможно, в высоких кабинетах, оторванных от реальной жизни, ситуация видится иначе, как в одноэтажной Америке Америковать свой дом на даче зачастую дороже, чем городскую квартиру в многоэтажке Люди жалуются на вечный ремонт и, главное, его дороговизну А я никому не советую покупать дачу для постоянного проживания Минусов могу перечислить великое множество Плюс один природа, чистый воздух Я когда дачу покупала, тоже наивно думала, что если доделать пятое-десятое, будет отличный домик Но эти доделки стоят больше в два раза, чем стоимость дачи, поясняет суть проблемы форум Чанка Надежда Во-вторых, до работы далеко, как ни крути Вблизи города участки стоят дорого, вот и купили там, где по деньгам то есть Как язвить жена на 101 километр Разъясняет суть проблемы узер сняком Через три года жизни в частном загородном доме вернулись в город Такое ощущение, что мы с женой постоянно воевали с армией проблем В том числе и по обслуживанию строения Со временем заметили, что ни один вечер не проходит без скандалов Супруга по вполне понятным причинам хочет Чтобы дети учились в нормальной школе и лечились в нормальной поликлинике Которые, как правило, находятся в городе Короче, переезд в свой домик в деревне не решил ни одной нашей житейской проблемы Жаль потерянного времени и денег В-третьих, если что-то случится с коммуникациями Можно смело возвращаться на съем Имея в пассиве потраченные МК, кредиты на ремонт, потерянное время В стране не было ни одной причины для поднятия пенсионного возраста Правительство манипулирует цифрами, чтобы оправдать людоедскую пенсионную реформу В-пятых, нещадно бьют по карману и налоги на недвижимость По этой причине в суды волом идут иски от собственников Которые ранее зарегистрировали свои летние домики как капитальные жилые дома Поясняет юрист Союза садоводов Татьяна Глазкова Впрочем, когда чужие проблемы волновали чиновников Тем более правительство рассчитывает увеличить продажи каркасных домов с очень низкой стоимостью Как известно, производители готовы продавать строение даже в обмен на МК, обещая комплектации для круглогодичного проживания Мол, в отличие от ретроградской России в таком жилье живет цивилизованная Америка Забывая, что в Штатах запрещена несистемная застройка Что наряду с прочими нормативными ограничениями делает покупку загородных квадратов сопоставимой с приобретением квартир в городах В итоге, в цене такой заокеанской загородной недвижимости стоимость земли достигает 80% только потому Что решается целый комплекс задач То есть к 450 тысячам Российская власть должна выделить еще 1,8 миллиона, чтобы обеспечить нормальную среду проживания как в Америке Таким образом, речь идет не о том, плохо или хорошо жить в доступных каркасных или других бюджетных жилых домах на дачных участках А о том, что правительство Медведева уходит от качественного решения жилищной проблемы молодых семей Хуже того предлагает обманчивый путь людям, которые хватаются за любые варианты, мечтая о своем угле Очевидно, связано это с неспособностью нынешних властей обеспечить людей работой с зарплатой Которая позволяла бы купить качественное жилье по желанию, а не по фактическому принуждению Если назвать вещи своими именами, такое решение логично сравнить с выселением бедных с детьми в фанерные домики за 101 километр Ведь на обесцененной в ходе девальвации 2014 года в два раза материнский капитал другое жилье купить просто не получится А жить где-то нужно Экономический кризис Медведев За неисполнение нацпроектов будем сажать Новости экономики Назван средний размер банковского вклада россиян